Кандидатов в кандидаты будут выбирать 22 мая. Предварительное голосование партия «Единая Россия» проводит вот уже несколько лет. Однако лишь недавно праймеры стали проходить по открытой модели. Проголосовать за претендентов, планирующих принять участие в избирательной кампании, сможет каждый житель Подмосковья. По результатам голосования будут сформированы списки кандидатов, которых партия выдвинет на выборы 18 сентября. Пресс-конференция, посвященная итогам выдвижения участников праймерсии «Единой России» от Подмосковья прошла в центральном офисе информационного агентства «Интерфакс». Как метко заметил наш президент Владимир Владимирович Путин, предварительное голосование будет выталкивать тех людей, которые как раз заинтересованы и желают работать в интересах нашего государства и нашего общества. 22 мая избиратели смогут проголосовать за будущих кандидатов по месту жительства в границах своего счетного участка. Там можно будет получить пять бюллетеней с данными всех зарегистрированных кандидатов. Два бюллетеня в Госдуму, один по каждому из 11 одномандатных округов, второй по федеральному списку по Московской области. Три бюллетени послужат для отбора кандидатов в областной парламент, также по одномандатным округам, территориальным спискам и общему региональному списку. Голосование будет рейтинговым, каждый избиратель сможет проголосовать за любое количество кандидатов. Прием документов для участия в предварительном голосовании стартовал 15 февраля. 15 апреля завершилось выдвижение участников на праймерис в Государственную Думу, 20-го в Московскую областную. Подать заявку мог любой член партии «Единая Россия» и самовыдвиженец. Однако в этот раз действовал ряд жестких ограничений. Есть определенные ограничения, которые, опять же, взяла на себя партия «Единая Россия», это по поводу судимости. То есть, если когда-либо была судимость, то кандидат не регистрируется. По поводу активов, которые есть за рубежом, если есть активы, то «Единая Россия» отказывается от таких кандидатов. Всего для участия в выборах в региональную и государственную Думы зарегистрировались порядка 640 и 220 человек соответственно. Конкуренция в среднем 20 претендентов на один депутатский мандат. Профессиональный и возрастной составы участников разнообразны. У нас среди людей, которые выдвинулись на праймерис, очень много представителей различных профессий. Это и бюджетная сфера, работники образования, здравоохранения, спорт, культура. Это есть военные, есть люди, которые занимаются бизнесом. Обязательным для каждого этапа праймерис в этом году стали дебаты. Они стартовали 2 апреля и будут проходить каждые выходные, не считая праздников до 15 мая. На встречах участники предварительного голосования обсуждают актуальные темы социально-экономического развития. Люди, безусловно, задают вопросы, те, которые их интересуют. Поэтому мы сейчас находимся в самом разгаре дебатного проекта, дебатов. И я думаю, что еще много нового, интересного, я надеюсь, хорошего произойдет за период до 22 мая. Для каждого региона и, наверное, для каждого избирательного округа, где есть свои вопросы, которые, может быть, более заземленные, нам тоже эту информацию очень важно получить. И, естественно, программы будут адаптированы и на каждый регион. По результатам предварительного голосования Оргкомитетом партии «Единая Россия» будет сформирован итоговый список кандидатов по региональным группам и одномандатным округам. Так, кандидаты от партии будут выдвигаться исключительно на основании праймерис.